Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова активные жители городов и сельских населенных пунктов – Тосовцы. Пасхальная неделя продолжается. Поздравить анапчан приехал епископ Новороссийский и геленджикский преосвященнейший Фиагност. Рэгби-7. Динамичный вид спорта получил статус олимпийского. Строительство Южного потока без ущерба для экологии. Напомним, газопровод высокого давления, проходящий через территорию нашего курорта, строится для поставок российского газа в Европу. При реализации этого крупнейшего за последние годы энергетического проекта учитываются все экологические требования, а животный и растительный мир не уничтожается, а сохраняется. Как? Смотрите в нашем сюжете. Территорию берегового примыкания морского участка Южный поток, расположенную в двух километрах от поселка Варвара, Кападанапе, на днях огласил рев тракторов и экскаваторов. Но это были не строители. Зоологи, ботаники, геодезисты. Ученые научно-исследовательского института совместно с компанией «Петергаз» приступили к изъятию реликтовых можжевельников с территории шириной 120-метрового строительного коридора, по которому пройдет газопровод. Здесь он пересекает в основном виноградники около 80%, ну часть из них заброшенная, и небольшой кусочек можжевелового редколесия, где мы сейчас как раз будем выкапывать краснокнижные виды можжевельников. Можжевельник трех видов – колючий, красный и вонючий – так же бережно, как извлекают из грунта, пересаживают по всем агротехническим требованиям в сквере города Ореховая роща. Из-за длительных согласований сроки посадки упущены, но ученые прилагают все усилия, чтобы процесс пересадки был минимально травматичным для реликтовых деревьев. Во время разметки необходимых к пересадку растений их пометили номерами и северную сторону отметили ленточками, чтобы на новом месте создать растениям оптимальные условия естественного произрастания. С конца 2013 года компания «Петергаз» по заданию «Саустрим Транспорт» приступила к оформлению разрешений на добычу объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу как Российской Федерации, так и Краснодарского края. Совместными усилиями на прошлой неделе мы получили все разрешения и приступили непосредственно к самой процедуре добычи, изъятия краснокнижных видов. В настоящее время речь идет только о растительном мире. У специалистового «Петергаз» есть и человек, который следит за тем, чтобы не нанести вред животному миру. Смотреть, чтобы ни одна черепаха, грубо говоря, не попала под гусеницы, под колеса, чтобы ни одна особь этого вида не пострадала. Трубопровод будет огорожен забором, и все черепахи, и ящерицы, и весь животный мир будут пересажены за его территорию. Техник-лесовод Василий Захаренок дает высокую оценку и технологии пересадки. Ни один сантиметр травяного покрова в Ореховой роще не поврежден, благодаря изобретенному способу в Анапской строительной компании «Ладья». Для безболезненной технологии выкопки растений придумали специальный ковш, а для пересадки – фанерный щит. Он сохраняет приствольный круг целостным, позволяет сохранить исходный грунт после работы бура, а высадку деревьев ведут согласно строгой схемы и карты. Подготовка к курортному сезону, благоустройство Анапы и обеспечение безопасности отдыхающих вновь стали главными темами на общегородском планерном совещании. Глава города напомнил подчиненным об ответственности за работу и тем более за бездействие. Планерное совещание начали со знакомства с новыми руководителями городских управлений. Новый заместитель главы, курирующей вопросы социального развития Людмила Мурашова утверждена в должности начальника управления по взаимодействию со СМИР Оксана Бокуменко. На должность начальника управления по физической культуре и спорту назначен Сергей Ткаченко. Сергей Николаевич и молодежь, это слова такие, хотя бы всю жизнь молодые, но думаю, что тот опыт, который есть по работе, будет применен в данную должность и физическую культуру мы еще поднимем на более высокий уровень. Нисходит с повестки дня вопрос незаконной трудовой миграции. В преддверии курортного сезона борьба с нелегалами приобретает особое значение, ведь это прежде всего безопасность жителей и гостей Анапы. Претензия к главам сельских округов, результатов профилактических проверок населения нет. Каждый день проявляются законные мигранты, которые выполняют работу. У меня вопрос, что в сельских населенных пунктах мы их не видим, или мы сразились все вместе? Мы же проводим профилактические мероприятия для того, чтобы к курортному сезону подойти очищенными, если можно так сказать, да, в плане безопасности, самое главное, наших отдыхающих. Критике главы подверглась работа чиновников по привлечению квалифицированных медицинских кадров. На курорте реализуется программа поддержки медработников, о преимуществах которой надо рассказывать людям. Тем более, уже есть первые примеры. Врач-терапевт получил подъемный капитал и жилье в Анапе. В постановлении главы о создании специализированного жилого фонда мы заключили первое соглашение в обеспечении квартирой, жилым помещением врача, врач-терапевт, и сегодня он у нас работает на скорой помощи. Люди сомневаются, нет уверенности, но после первого заключения ключей эта мера стала популярна. И доктора, и сведения физики, и персонал очень активно начали принимать участие в этой программе. Поручение руководителю управления здравоохранения Вячеславу Ушакову активизировать работу по привлечению врачей для работы на курорте. Бездействие чиновников Сергей Сергеев назвал саботажем и привел конкретный пример. Малые формы на угловых клумбах. Сказал, с центра начинаем и уходим к периферии. Пока городской, ни в одном сельском населенном пункте такой малой формы управления жилищно-коммунального хозяйства не сделало. И не делали. В сельских населенных пунктах хоть один метр дороги отремонтировали, апрель заканчивается. И все мы завтра, послезавтра, завтра, послезавтра. Только не говорим, в каком месяце это завтра, в каком году. Распоряжение всем ответственным за безопасность на курорте. Представить детальный план мероприятий по охране общественного порядка. Майские праздники и высокий сезон должны пройти спокойно. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков поручил ответственным службам ежедневно проверять санитарное состояние и ход благоустройства Пионерского проспекта. Контролировать торговлю и дислокацию павильонов. На прошлой неделе прошли торги. Задача администрации – поддержать законопослушных предпринимателей и пресечь факты несанкционированной торговли. Этот принцип распространяется и на туристско-экскурсионные точки. Проведены торги на сезонную торговлю вчера. 6 миллионов 400 тысяч мы ожидаем пополнения в бюджет. До 1 мая все работы по благоустройству дорог с нанесением разметки, краской остановочных павильонов должны завершить. На Радуницу для анапчан из города до кладбища и обратно пустят бесплатный общественный транспорт. Работники органов местного самоуправления свой праздник, который отмечается 21 апреля, предпочитают встречаться на работе. Мечта любого человека о работе как праздник для большинства руководителей органов ТОС – мечта реализованная. Марина Николаевна Полесская – одна из таких счастливых людей. За 50 лет работы в Анапе не было такого дня или события из жизни города, в котором не нашлось бы места ее неуемной энергии. Сегодня Марина Николаевна впервые говорит о возрасте. Среди своих коллег в Совете микрорайона Восточный можно, да и нужно. Ей за 70, но всегда безупречная прическа, доброжелательная улыбка и неизменное желание дарить радость людям. Это делает ее моложе и энергичнее. Так привыкла. Задор пионервожатой не утрачен и по сей день. Здесь, в Анапе, ее еще помнят с пионерским галстуком на груди, хотя и было это ровно 50 лет назад. С этими лидерскими качествами она успешно работала и в Гороное, в Горкоме, Комсомола. Не всегда угадывается девчонка-отличница, готовая все делать только на отлично. В уютном совете микрорайона на этот раз она почетная гостья. Сложив полномочия председателя ТОС номер 25, Марина Николаевна и ее коллеги принимали в этот день поздравления и слова благодарности. Хотим высказать вам слова благодарности, признательности, уважения за вашу жизненную позицию, за ваше неравнодушие, за ваше терпение. В течение стольких лет возглавлять орган ТОС, для этого нужно очень большое терпение и мужество. От имени Сергея Павловича Сергеева. Он сказал, что я доволен, что в Анапе именно такие люди неравнодушные живут и во всем помогают органам местного самоуправления решать с душой вопросы, которые наболели у людей. Святые подарки, дипломы. Обычно эти женщины организовывают все это для людей. Сегодня получают признание сами. За то, что много лет шли навстречу людям, организовывали встречи с депутатами, подсказывали власти, какие проблемы назрели на микрорайонах, превращали их в цветущие азисы среди бетонных многоэтажек, авторитетные, уверенные, искренние, любящие свой город. Праздник еще раз от имени главы города говорят этим женщинам спасибо и вручают подарки. А эстафету у Марины Николаевны Полеской принимает предприниматель Оксана Буцаева. Надеемся, что молодой современный руководитель ТОС, оказавшись в гуще событий, не растеряется и не испугается трудностей. Во вторник Светлой Седмицы Анапу посетил преосвященнейший феогност, епископ Новороссийский и Геленджикский, и в Свято-Ануфриевском храме провел божественную литургию. В пасхальную неделю каждый день православные отмечают главный праздник. Елена Беляева часто приходит в церковь святого Серафима Саровского. Узнав о приезде епископа Новороссийского и Геленджикского феогноста, пришли в Свято-Ануфриевский храм, причастили 10-месячную дочь Марию. Православные люди должны верить в Бога, это все-таки жизнь вечная, все равно нужно верить, тем более такое время сейчас тяжелое, и детей приучать к этому, потому что быть добрее, быть мудрее, с Господом в жизни легче. Все-таки Господь помогает, нужно верить, нужно посещать храмы. Преосвященнейший феогност, представитель Анапского благочестства, провели литургию, посвященную празднику Светлой Пасхи. Во время службы верующие совершили обряд причастия, прошли крестным ходом. Пасха для всех верующих – великий праздник. В пасхальную неделю епископ Феогнос неслучайно посетил город-курорт. Я прибыл сюда, чтобы вместе с вами разделить эту пасхальную радость, вместе с духовенством Анапского благочения. Порой что-то получается не так, как нам кажется, правильно, или что-то не укладывается в наше сознание. Но Господь милосердный, Он не забывает, Он касается этих людей. В будний день анапчане нашли время, пришли в храм на литургию. В храме гостю преподнесли подарок. Поздравили с праздником Пасхи от имени мэра Анапы Сергея Сергеева. Епископ, в свою очередь, подарил прихожанам яйца, главный символ Пасхи – вариант в шоколаде, чтобы и в пасхальную неделю, и после нее жизнь была такой же сладкой. В Анапе прошел первый тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд. На стадионе «Спартак» за промежуточное лидерство в турнире вели борьбу 7 команд. Из Монина, Красноярского и Краснодарского края, Подмосковья, сборная Дагестана, команда Новокузнецкого района и Ростова-на-Дону. В нашей стране интерес к регби-7 постоянно растет. Это динамичный вид регби успел попасть в заявку на участие в программе Олимпийских игр в Лондоне, но был отклонен. Позже, в 2009 году, регби-7 все-таки включили в программу Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Это олимпийская дисциплина. Мы будем пытаться пробиться на Олимпиаду, которая пройдет в Бразилии буквально в 2016 году. Сейчас наша сборная занимает четвертое место по рейтингу в мировой классификации. И пока она имеет заявку на участие, путевку на Олимпиаду. Полуфиналы игр были очень напряженными. В борьбе за третье место команда ЦСП номер 4 доказала. Их победа над Красным Яром, одержанная накануне, не была случайностью. И регбисткам из Краснодара это удалось. В результате ЦСП номер 4 выиграла с минимальным преимуществом 12-10 и стала бронзовым призером первого тура чемпионата России. За первое место в финале боролись Химки и Ргутис в Подмосковье. Следующий Ргутис будем бороться. Будем делать все возможное, чтобы выиграть. Ргутис – это фаворитки чемпионки России. Практически непобедимые. Несмотря на все ожидания, в основном в финале борьбы не получилось. Ргутис сумел сполна взять реванш за не очень уверенную победу над Химками на групповом этапе. Финальный свисток зафиксировал разгромный счет 35-0. И действующие чемпионки страны рэгбистки Ргутис в Подмосковье снова стали лидерами первого тура чемпионата России по рэгби-7 среди женских команд. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 23 апреля в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 11-14, ночью около 10 градусов по Цельсию. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 13 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48 300 и 48 333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова